Предпринимательская смелость отличала все семейство Леонозовых, крупных армянских предпринимателей, внесших большой вклад в развитие нефтедобывающей, рыболовной и других сфер экономики Российской империи. Их называли королями российской нефти и рыбных промыслов. Они также оставили по себе добрую память, жертвуя на благотворительность, опекая сирот и малоимущих, улучшая условия жизни тех мест, в которых активно трудились. Начало предпринимательского пути одной из богатейших семей императорской России положили два брата – Степан и Георгий Мартикович и Леонозяны, обосновавшиеся в Астрахани в 1862 году. До этого семья проживала во Владикавказе, где их мать, купчиха первой гильдии Елизавета Леонозян занималась торговлей. Интересно, что уезжая из Владикавказа, она продала дом по улице Армянской, 2, семье будущего театрального режиссера, актера и педагога, основателя Московского художественного театра Евгения Вахтангова. Сегодня там действует дом-музей Вахтангова. Находится он прямо напротив одной из старейших, из сохранившихся армянских церквей России, Сурб Грикор Лусаворич. Отдельно скажем несколько слов о том, как армяне появились в Астрахани и развивали этот край. Армянские купцы через Астрахань, начиная с 15 века, вели торговлю с Россией, а после присоединения к России Астраханского ханства в 16 веке этот город стал играть еще большую роль. Армянские купцы завозили из Ирана, Закавказья, Турции, в Россию через Астрахань, шелк-сырец, шелковые и хлопчатобумажные изделия, парчу, ковры, кожу, ювелирные изделия, ладан, пряности и другие товары. Также Астрахань славилась рыбными промыслами и, конечно же, солевыми озерами, что давало возможность братьям Леонозовым развивать эти отрасли хозяйства. В 1863 году, уже через год после переезда из Владикавказа в Астрахань, Степан Леонозов учредил контору рыбопромышленной фирмы Леонозова и фактически положил начало крупной рыбной промышленности на Каспии. Получив от персидского правительства право на монопольную добычу рыбы в устьях рек, впадающих в южную часть Каспийского моря, Леонозов превратился в крупнейшего рыбопромышленника. А к середине 1870-х годов фирма Леонозова имела на Каспии собственную флотилию, которая насчитывала 15 судов и успешно торговала солью, красной рыбой и икрой. Добывавшаяся на Каспии рыба поставлялась на парусных шхунах в Астрахань. Имеются сведения, что Степан Мартынович имел также в Астрахани пивной завод и считался одним из лучших пивопроизводителей. На нефтяной бум того времени братья Леонозовы ответили приобретением сразу шести нефтяных вышек на первом же аукционе по продаже участков в окрестностях Баку, основав в 1872 году компанию под названием РУНО, ставшей впоследствии одной из самых крупных нефтепромышленных компаний Российской империи. Степан Леонозов проявил себя и в благотворительной сфере. Его усадьба и дом, построенный в 1870 году в Астрахани, служил приютом. В нем также работала гимназия на дому, где бесплатно обучались девочки из бедных мещанских семей. Ныне здесь размещается Волга-Каспийский морской рыбопромышленный колледж. Он пожертвовал 300 тысяч рублей, на которые после его смерти был основан благотворительный фонд имени Степана Мартыновича Леонозова, средства которого пошли на устройство дома трудолюбия и ночлежного дома, на попечительство о бедных детях, на поддержание общества сестер милосердия и комиссии народных чтений, а также на содержание больных в глазной больнице. Имена Степана Мартыновича и его брата Георгия присутствуют в числе членов Александровской общины сестер милосердия Утали Моя Печали, которая находилась под покровительством российского императора. Скончался Степан Леонозов в 1894 году, оставив огромное наследство своему младшему брату и партнеру Георгию, урожденному Георгию Мартыновичу. Он в 30 лет уже был присяжным поверенным Московского коммерческого суда. В числе наиболее успешных его предприятий – фабрика по производству черной икры на персидском берегу Каспия и сеть леонозовских магазинов в Москве, Петербурге, Париже. По некоторым сведениям, каспийскую икру, как русский деликатес, прославили на весь мир именно Леонозовы. Младший брат Георгий Мартикович делами занимался активно и успешно. На аукционных торгах в 1872 году он приобрел еще один дом в Камергерском переулке. Часть здания отдал под магазины, а другую перестроил под театр, который горожане так и называли – Леонозовский. На его сцене давали спектакли, трупы Федора Корша, частная опера Саввы Мамонтова. Здесь можно было услышать итальянских звезд – Франческо Таманьо и Анжела Мазини. Настоящим увлечением Георгия Леонозова была охота. Во время одной из них он попал в подмосковное имение Алтуфьева, окрестности которого произвели на коммерсанта впечатление, и он в 1888 году купил имение, построив на новых землях собственный дом. К услугам отдыхающих был также общественный парк и специально открытая железнодорожная станция Савеловской железной дороги. И станция, и поселок получили имя основателя – Леонозова. Семейный бизнес после ухода из жизни бездетного старшего брата Степана Мартиковича перешел под контроль младшего брата – Георгия, а дальше его сыну, названному в честь дяди – Степаном. Степан Георгиевич окончил гимназию и поступил на физико-математический факультет Московского университета. Однако естественные науки его не прельстили. Правоведение показалось интереснее, и в 1898 году он, по примеру отца, закончил юридический факультет университета. Из трех сыновей Георгия Леонозова настоящим продолжателем семейного дела стал лишь один – Степан Георгиевич. Он оказался настоящим олигархом, шагнув из большого бизнеса в мир большой политики. Не случайно Джон Рид назвал его русским Рокфеллером, понимая, что для масштабного развития семейных предприятий и выхода на европейские рынки нужны немалые деньги. Леонозов-младший после смерти отца в 1907 году стал основателем и директором-распорядителем акционерного общества «Товарищество нефтяного производства Леонозова-сыновей». Товарищество вело разведку и нефтедобычу на новых участках. К чести Степана Леонозова он умел выстраивать партнерские отношения и договариваться с конкурентами. Когда в 1912 году в Лондоне он создал русскую генеральную нефтяную корпорацию «Russian General Oil Corporation», которая также была известна как «Ойл», в нее наряду с финансистами и банкирами вошли и другие нефтепромышленники. Нефтяной мир отныне был поделен между тремя гигантами «Ойлем» Леонозова, «Standard Oil» Рокфеллера и «Royal Dutch Shell» Деттердинга. Также Леонозов диверсифицировал часть своих инвестиций в новую российскую киноиндустрию. Весной 1914 года Леонозов и братья Монташевы вложили значительные средства в новую кинокомпанию, основанную фотографами-химиком Сергеем Прокудиным-Горским под названием «Биохром». Штаб-квартира компании располагалась в одном из домов Леонозова в Москве. В советское время это здание в конечном итоге стало Государственным комитетом по кинематографии. Членов этой большой семьи развела большевистская революция. Степан Леонозов, активно сотрудничавший с Временным правительством после февраля 1917 года, бежал в Финляндию, где вошел в так называемое русское политическое совещание. Позднее перебрался в Эстонию и сблизившись с Николаем Юденичем, стал сначала одним из членов, а затем возглавил сформированные в Ревеле северо-западные правительства. После самороспуска правительства в результате провала наступления Юденича на Петроград в декабре 1919 года перебрался в Париж. Вместе с Леном Монташевым, братьями Абрамом и Павлом Гукасовыми, Николаем Денисовым и Павлом Рябушинским, Степан Леонозов создал торгово-промышленный и финансовый комитет с целью помощи оказавшимся в эмиграции соотечественникам, а также для противостояния советской власти. Степан Леонозов-младший не дожил год до 80-летия, скончался в 1951 году и был похоронен в Париже. Тем временем его старший брат Мартын, с молодостью увлекавшийся революционными идеями, в 1923 году вернулся в Россию из Персии. И то ли по причине убеждений, то ли из чувства самосохранения, в 1923 году официально передал СССР все права Леонозовых на Каспийские рыбные промыслы, в том числе и на территории Персии, Ирана, одновременно подтвердив отказ от имущества в Москве. В благодарность новая власть дала Леонозову пост в главы Рыбе, ежемесячную субсидию в 400 рублей и комнату в общежитии, которую спустя несколько лет все-таки обменяли на отдельную квартиру. Путь этой семьи оказался непростым. Бурный 20-й век, война, революция. Никто не был застрахован от поворотов судьбы. Но имя Леонозовых до сих пор помнит Москва, Леонозовский район которой существует и сегодня. Астрахань, которую Леонозовы спасали от частых наводнений. Одни из крупнейших нефтепромышленников 20-го века активно участвовали во многих сферах человеческой деятельности и оставили по себе добрую память.